всем привет хочу с вами поделиться своим методом липки за липушек торнадо но сразу скажу получаются они только из мыльной пыли это не всегда всегда непредсказуемо в общем подготовила я стружку сейчас будем измельчать мой блендер примерно так я все это тело всегда открываем проверяю насколько она измельчилась и по необходимости измельчаю еще и Вот такая вот стружечка у меня получилась, примерно до такого состояния тоже всегда. Она не удержалась, решили еще сделать в одной варианте другие цвета. Сейчас это тоже все измельчу, покажу. Итак, стружка на мягче, а сейчас самое время сделать и мягкий. У меня вот такую вот невзрачную сетечку, можно взять по мягче. Высыпаю и все это тело тщательно промешиваю. Протряхиваю, остается у меня только пыль. В дальнейшем вот эту крупную стружечку я также могу использовать соль. Цель хлебки могу замочить еще раз. Вот такая вот пыль у меня получается. Все просеяла, подготовила, самое время сделать замес. Я взяла в данном случае горячую водичку. Добавляю ее всегда по чуть-чуть, чтобы не переборщить. И замешиваю. Обычно я это делаю полупручную, руками, но для видео я это сделала палочкой. Такое вот тесто получается замечательное. И еще его вымешиваю. Должно быть мягче, чем пластилин. Тогда все получится отлично. И шарики формирую, чтобы она не пересыхала, пока я буду в дальнейшем замешивать остальную стружечку. посмотрите, какое она мягенькое и пластичное получилось. И так вот столько шариков всяких разных. Я их разделила на несколько порций для удобства лепки. Делаю колбаски. Как получится, не обязательно ровные. И перемешиваю их потом между собой. Сейчас покажу как. Беру две колбаски и перекручиваю их между собой. Как получается. Это каждый раз разный рисунок. С обычной стружкой так сделать крупный не получится. Потому что оно будет просто рассыпаться. Поэтому чем мельче, тем лучше. Также этот метод не обязательно подходит для лепки. Именно такого вида, как я его назвала, торнадо. Можно сделать абсолютно любой красивый рисунок. Я для удобства разделяю вот так вот на две части. И дальше их уже слепляю. Получается одна большая колбаска. Дальше колбаску я расклющиваю. Вы можете делать как вам удобно. Такая вот красавица. Уже красивый рисунок. Но соединяем пополам. Здесь можно таких манипуляций делать сколько угодно и рисунок, пока рисунок не будет вас устраивать. Еще раз пополам. И на срезе уже красиво. Но не ломаю. Я ее растяну еще и будет очень-очень красивый рисунок. А теперь ломаем на три части, чтобы срез был красивый. Формирую более-менее шарик срезом наружу. Это и будет наш торнадо. Сейчас покажу, как его формировать. Сначала стараюсь максимально все неплотности все-таки соединить. Потому что он будет трескаться. И закручиваем. Видите, она трескается, если что-то где-то неплотно. Но всегда можно по ходу процесса все это дело подкорректировать. Уже красиво. Далее я уже формирую. Видите, как закрутилось. Формирую саму лепушку. То есть я придаю ей форму. И в конце видео я покажу, как они становятся у меня ровненькими. Делаю форму примерно вручную. То есть плоскость и бока. Далее таким же способом я закручиваю. Я делаю оставшиеся шарики колбаски. Только здесь я уже не буду столько раз прикручивать. Делаю поменьше. Видите, что есть разница в общем. Этот рисунок уже более крупный получается. Ну и процесс действует же самый. Делаю поменьше. Делаю поменьше. Делаю поменьше. Редактор субтитров. так же сделаю со вторыми цветами став со вторым набором здесь немножечко неправильно не катается мало водички добавила нужно было чуть больше поэтому говорю что нужно здесь вот главное правильную консистенцию найти и перебор у меня получился с черным цветом чуть-чуть поменьше нужно было но это увидите в конце я всегда добавляю контрастные цвета тогда вот эти вот завихрение видно очень хорошо видите когда недобор розовое мыло у меня ломается и его плудет плохо видно соответственно закрутить будет тоже очень тяжело также можно делать не на воде а с мыллингелем тогда вся эта вот конструкция будет более более пластичная а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...